Всем привет, коллеги! Еще раз в продолжении темы сегодняшнего случая, связанного со стрельбой в центре Москвы, когда водитель внедорожника стрелял по водителю такси. Для работы в такси я выбираю проверенный парк, где нет скрытых комиссий, а по окончании работы мне точно вернут мой депозит. В наличии новые Skoda Rapid, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Kia Optima K5. Звоните, бронируйте, автомобиль прямо сейчас, телефон на экране. Комментарии и у нас под видеосюжетом, и в телеграм-канале, и у нас в телеграм-канале, и во многих других телеграм-каналах идет сейчас очень живое обсуждение этой ситуации. И кто-то защищает водителя такси, говорит, что там неадекват, напал, значит, стрелял, посадить, еще что-то. Кто-то защищает вот этого водителя внедорожника, говоря, что таксисты, как вы задолбали, вечно стоите в каких-то местах, вечно там мешаетесь, вечно с левого ряда там в крайней правой, с крайнего правого в крайней левой, то есть вот идет живое обсуждение, и понятно, что мнения у людей самые разные. И с этим-то как раз понятно с мнением. Вопрос в том, знаете, что один оказался вооруженный, второй безоружный, вооруженный, неоднократно судимый человек, стрелял по водителю такси, там водитель такси находится, ну, находился в очень тяжелом положении, сейчас я не знаю, ну, то есть ранение было достаточно серьезное. И здесь скорее вопрос, наверное, к нашей правоохранительной системе, к нашим законотворцам, почему один вооруженный, второй нет. Ну, в моем понимании, если вы как бы у нас кто-то вооруженный, кто-то нет ходите, ну, сделайте тогда всем равные права, просто свободная продажа оружия там на территории Российской Федерации. Ну, то, что в Москве-то у нас творится сейчас, это вообще полный бардак. В других регионах, я думаю, ну, насколько эта ситуация хуже или лучше, это уже другой вопрос, наверное, к тем, кто там живет, да, в других регионах. Ну, если вот на то пошло, то просто разрешите всем свободный там оборот оружия, соответственно, чтобы пришел в магазин, показал паспорт, там, 18-21 год, еще как-то там, и свободно купил, пользуешься. В этом случае уже, ну, человек бы знал, что он вооружен, что, вероятно, и второй вооружен, ну, наверное, подумал бы, стоит стрелять или нет, или получить там в ответ пулю. То есть, вот, но этот вопрос, наверное, вот все равно в разрезе общей, знаете, в разрезе общей ситуации, которая происходит в стране. А у нас локально, да, вот если разбираться, там, не затрагивая, что, там, какое-то финансовое положение, там, той или иной стороны, не затрагивая, там, какие-то национальные черты, не затрагивая ничего, ничего, вот просто в разрезе плоскости водитель такси, не водитель такси. Здесь важно понимать всем тем, кто комментирует, кто в такси не работал, кто к такси не имеет отношения. К сожалению, многие из тех, кто к такси не имеет отношения, они просто это видео не увидят, поскольку у нас, ну, профессиональное сообщество водителей такси. Ну, насколько оно профессиональное, тоже такой вопрос, поскольку у нас сейчас в такси берут всех, вот. Но, вот, если в этом разрезе и в этой плоскости посмотреть, друзья, то получается такая вещь, люди, которые к такси, к сожалению, там, может быть, к счастью отношения не имеют, они просто не понимают, как это работает. Я вот сегодня на эту тему пообщался с людьми далекими от такси, даже, там, какие-то владельцы бизнеса были, такие же, которые ездят, там, на премиум-сегменте, там, на дорогих внедорожниках, были и не владельцы бизнеса, самые разные люди. И вот, ну, все, как бы, высказали мне вот такую точку зрения, Дэн, конечно, там, ты вроде как таксист, вы защищаете, там, друг друга, свои, но ведь он же, там, стоял в нарушении, он, там, мешал потоку, и вот он, он, он. Дело в том, что все, кто к такси не имеют вот такого близкого отношения и кто далеки, они просто не понимают, как это работает. Друзья, мы, таксисты, понимаем, как это работает, и работает это очень просто. Человеку пришел заказ, мы неоднократно уже во многих видео об этом говорили, неоднократно эти темы поднимались. Пришел заказ от того или иного агрегатора, в данном случае, там, возможно, это была Яндекс.Доставка, там, возможно, там, это была Сити.Доставка, возможно, еще что-то было. Как это работает? Человек приезжает на заказ, да, и у него, он, допустим, получить товар, вот он отбился на месте, нажал получить товар, и этот товар ему всучат, скажем так, в течение 10 минут, иногда и дольше. Иногда приходится ждать 15-14 минут. Локация отбита. Ближайшие, там, через 2 или через 3 дома, он просто не может встать больше нигде. Возможности здесь остановиться у него нет. И если он как-то отменит этот заказ, его агрегатор может вообще, в принципе, пожизненно заблокировать. Понимаете? То есть, такое же, так же работает система, когда он эту посылку вручает. Будь то букет цветов, будь то, я не знаю, коробка конфет, будь то 3 пакета с продуктами. Там, по тарифу от двери до двери он должен оставить свой автомобиль где-то, даже если этой возможности оставить нет. И ему просто негде оставить этот автомобиль. Он вынужден его где-то бросить, там, под риском штрафа. И за ту сумму, она, ну, не всегда великая, там, за 500 рублей, идти там, подниматься на этаж, доставлять вот эти пакеты, соответственно. Понятно, что это не проблема, там, клиента, и клиент об этом даже не задумывается. Но, вы поймите, это и не проблема водителя должна быть. Это должна быть, в первую очередь, проблема того, кто этот заказ предоставляет. Это проблема агрегатора. И агрегатор эту проблему, он просто ее перекидывает на водителя. Недавно у меня был аналогичный заказ в центре. Я приехал, остановился, звоню клиенту, он не берет трубку. У меня товар для передачи, то есть товар у меня в автомобиле. Я ищу место парковки. Естественно, я встал с нарушениями. Спустя достаточно, ну, продолжительное время, относительно, вот, в режиме города, там, не знаю, 5-7 минут, мне позвонил клиент, спросил, где я, где его товар. Выяснилось, что он дома, могли бы вы поднять там ко мне. Я говорю, ну, у меня сейчас по тарифу, вот вы здесь должны забрать. Он говорит, поднимите, пожалуйста. Он открыл мне дверь. Я въехал на закрытую территорию, это там многоквартирный дом. Поднялся к нему на этаж. К слову, даже на чай мне никто ничего не оставил. Сказал спасибо. Закрыл дверь, я спустился. И вот эти железные ворота, через которые я заезжал, мне пришел уже даже следующий заказ, на который я просто не успел. Их никто не открыл. То есть, там нет охраны. Он открыл с пульта, этот клиент. Я обращался в компанию-агрегатор. Говорю, свяжитесь с ним. Все это, естественно, занимало очень долгое время. Минут 25, пока другой автомобиль не заезжал на эту территорию, я провел там. Просто вот в заложниках, вот этого двора в заложниках этой ситуации. И очень часто водители такси становятся просто заложниками. Вот той ситуации, при которой агрегатор заставляет водителя находиться вот на конкретной точке по локации. Агрегатор его принуждает. Самыми разными штрафами, потерями рейтингов активности и всего остального находиться вот на той или иной точке, нарушая, соответственно, правила дорожного движения. Это не сам водитель нарушает. Не потому что он не знает. Просто потому что он ничего с этим не может поделать. Понимаете? И ответственность никакую агрегатор за это не несет. И, конечно, хотелось бы, чтобы вот на эту проблему, мы о ней говорили очень часто и неоднократно, обратили свое внимание люди, которые могут на это повлиять. Которые просто не знают об этих проблемах. Чтобы они обратили внимание на эту проблему и как-то повлияли на агрегаторы. Какие-то регионы, там, Подмосковье, многие другие города, где нет такого строгого движения дорожного, где можно остановиться и решить этот вопрос согласно правилам дорожного движения. Ну, какие-то маленькие, небольшие города. Конечно, там нет этой проблемы. Но в режимах Москвы, в режимах количества камер, которые находятся в Москве, в режимах того, как в городе организовано дорожное движение, и в результате всего, что происходит, выполнять заказы по тарифам доставки, ну, очень сложно. Я знаю ребят, которые приходят в доставку, в компании, которые даже не такси доставочные, и везут им за месяц гигантские штрафы за остановку в неположенном месте. И, ну, в зависимости от водителей, кто-то просто уходит, там, скрывается, бросает машину, но компании терпят убытки. И вот этот вопрос, ну, он требует просто решения того же самого департамента транспорта города Москвы и вот других служб. Потому что либо этот вопрос должен быть решен, либо просто все водители, доставка, там, таксисты, просто должны отказаться выполнять заказы, ну, в городе, ну, может быть, там окраины возить, да, но в центре города отказаться просто от выполнения этих заказов. Иначе, ну, такие случаи. Вы понимаете, что, ну, нарваться на человека, который, там, сидевший, там, не сидевший, здесь даже не вопрос, там, сколько раз он привлекался, там, к ответственности, вот конкретно этот водитель. Башню сорвать может у каждого. Он в пробках простоял, там, два часа. Просто у каждого свой предел. Сорвало башню, попался вот этот водитель такси, он на нем, соответственно, выместил свою злость. Водитель такси, возможно, тоже был, там, в накаленной ситуации, звонит, там, по доставке, там, трубку берут, не берут, выходят. Тоже непонятно, как это происходит, понимаете. И, ну, конечно, нужно либо пересмотреть вот эту ситуацию, либо мы вот таких подобных случаев получим еще не раз. Поэтому распространяйте эту информацию, делитесь этой информацией не с водителями такси, просто чтобы, ну, люди, которые могут повлиять на это, они смогли об этой проблеме узнать. У меня все, всем добра и хорошей пятничной смены тем, кто будет работать.